Клинические онкологи 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 для лечения которых требуется хорошее реанимационное обеспечение, медикаментозная поддержка и поддержка администрации, потому что процент после операционных осложнений достаточно высокий, а стоимость лечения запредельно высокая. Ну и мы переходим постепенно уже к внутрибрюшной химиоперфузии или химиотерапии. С точки зрения клинического онколога, это метод доставки высоких доз химиопрепаратов непосредственно к опухолевым клетке. С точки зрения хирурга дело обстоит немножко иначе. Это комбинированный механика-физико-химический метод воздействия на оставшиеся после хирургического вмешательства очаги менее 3 мм и свободно лежащие в брюшной полости опухолевой клетки. Соответственно, мы выделили не менее 9 факторов, которые имеют значение и комбинируя которые мы можем получить самые различные режимы внутрибрюшной химиотерапии. Это температура, это состав несущего раствора, длительность воздействия, скорость перфузии, техника перфузии бывает различная, давление перфузионного раствора, которое позволяет увеличить проницаемость химиопрепарата в ткани. Механическая фильтрация, это очищение свободной брюшной полости от свободно лежащих клеток. Ну и собственно химиотерапия, это дозировка, поскольку различные дозы для разных методов химиоперфузии используются. И собственно сам химиопрепарат, который тоже бывают разные, с большим или меньшим успехом применяются, об этом мы тоже поговорим чуть позже. Варианты внутребрюшной химиотерапии. Ну на слуху это хайпек, это гипертермик интероперитонийал химотерапия. То, что чаще всего выполняется. Но кроме этого существуют еще различные режимы. Пайпек, это аэрозольная химиотерапия под давлением, выполняется лапароскопически. Это различные режимы, которые получили название ЭПИК, ранняя послеоперационная внутребрюшная химиотерапия, которая проводится без наркоза, через дренажные трубки, установленные во время операции. И два режима, которые получили название НИПС и БИСИК, это варианты двунаправленной химиотерапии, когда одномоментно производится и внутребрюшная химиотерапия в сочетании с системной химиотерапией. Вот на этом графике, который заключает мою вводную часть, представлены данные лечения при различных локализациях перитониального канцероматоза. Как мы видим, лучшие результаты получены при лечении псевдомиксомы, это черный график, дальше аппендикс, мезотелиомы, и самые худшие результаты демонстрируют лечение рака толстой кишки и рака желудка. Вот, собственно, на этих двух локализациях мы, сейчас переходя к следующей части моего доклада, остановимся. Это будет рак ободочной кишки и рак желудка. Итак, рак ободочной кишки. Что мы знаем на сегодняшний день? С начала 2000-х годов проведена масса исследований. Наиболее известные из старых исследований – это голландское исследование 2003 года, в котором сравнивалась цитередуктивная хирургия с хайпэк и последующей химиотерапией с химиотерапией и палиативной хирургией. Продемонстрировано, что медиана выживаемости в группе с цитередуктивной хирургией хайпэк составляет 22,3 месяца против 12-ти при палиативной хирургии с химиотерапией. Следующий – это большой метаанализ, но мы его пропустим, это слайд хирургический, поэтому мы не будем сейчас рассматривать послеоперационное осложнение летальность. Третье исследование довольно интересное, если не сказать забавное – это итальянское исследование 2014 года, профилактическое хайпэк для коллакректального рака с высоким риском метастазирования, то есть опухоли Т4 и опухоли с перфорацией. Сравнивалось хирургической операцией с хайпэк против хирургических операций без дополнения. И получены совершенно какие-то невероятные результаты. Но что интересно, хирургическая операция, группа больных с хирургической операцией просто выполняла стандартная хирургическая операция, а в группе больных, которым выполнялась хирургическая операция с хайпэк, хирургическая операция заключалась не только в удалении кишки, но и в удалении сальника, круглосвязки печени, у женщин матки с яичниками. То есть эта операция носила профилактический цитролюктивный характер, то есть группы по объему хирургического вмешательства были несравнимы. Но, тем не менее, получены такие результаты безрецидивный период 36 месяцев против 21, а местные рецидивы и перитониальное метастазирование в группе с только хирургическим вмешательством 22%, а в той группе, в которой выполнено обширное вмешательство с внутребрешной химиотерапией – 4%. Потихоньку мы переходим уже к современным исследованиям, которые недавно закончены. Это известное голландское исследование КОЛАПЭК. В нем сравнивалась хирургическая операция с последующей химиотерапией против хирургической операции с ХАЙПЭК и последующей химиотерапией у больных с высоким риском развития перитониального консерматоза. Всем этим пациентам на 18-м месяце после хирургии выполнялась диагностическая лапароскопия. И данные, которые получены в безрецидивный период в течение 18 месяцев 76-80%, то есть примерно одинаковые, позволили делать исследователям следующий вывод. У пациентов с высоким риском развития консерматоза адювантная внутребрешная химиоперфузия с аксалеплатином не увеличивает безрецидивный период. Следующее исследование, оно немножко похоже, но и немножко другое. То же самое, хирургия плюс химиотерапия против хирургии с химиотерапией, затем в течение трех месяцев после завершения химиотерапии секонд лук с проведением внутребрешной химиоперфузии. Это исследование показало, что трехмесячный безрецидивный период не сильно различается в обеих группах. Более того, у пациентов с секонд лук и проведением хайпэком он несколько хуже, чем у пациентов, которые получали стандартную хирургию с химиотерапией. Соответственно, исследователи сделали вывод, что секонд лук хирургия с проведением внутребрешной химиоперфузии с аксалеплатином опять-таки не увеличивает безрецидивный период. Это сейчас специально заостряю внимание именно на таких спорных моментах, которые не столько за, сколько ставят либо под сомнение, либо ставят вопросы. Исследование 2021 года, это нерандомизированные исследования, ретроспективный метаанализ, сравнивались две группы больных, хирургия с хайпэк и хирургия с хайпэк. Больные получали переоперационную химиотерапию, либо до, либо после, либо и до, и после. Здесь получились вообще интересные результаты. Те больные, которые получали хирургию с хайпэк с переоперационной химиотерапией, все показатели были хуже, хуже, чем у пациентов, которые получали только с этой редуктивной хирургии с хайпэк. Но авторы ссылаются на то, что исследование ретроспективное, что использовался аксалеплатин, то есть вопрос платинорезистентных пациентов. В общем, вразумительного обсуждения этой работы не получилось. И, собственно, авторы ссылаются на следующую работу, которая еще проводится. Это исследование КАИРА, КАИРА-6, тоже голландское исследование. Примерно то же самое. Те же группы пациентов, но уже в режиме проспективного рандомизированного исследования. Оно инициировано в 2019 году, поэтому результат мы получим, я думаю, не раньше, 25-26-го. И ждем, все-таки хороша ли химиотерапия у больных с перитениальным канцерматозом или не очень хороша? Системная? Да, системная перитениальная химиотерапия. То есть ответа на этот вопрос пока что нет. Ну и, наконец, долгожданное исследование Продж-де-Сима, которое все заинтересованные специалисты давно ждали. Это французское исследование. Результаты были опубликованы в январе 2021 года. Клоректальный рак с канцерматозом. Полная циторедукция уровня CCR0 или CCR1. Далее больные рандомизировались. В одной группе проводилось хайпэк, в другой группе не проводилось хайпэк. Внутрибрюшная химиотерапия проводилась в следующем режиме. Оксалиплатин, длительность 30 минут, 42 градуса. Я специально разбил это исследование на два слайда, чтобы показать, что получилось. А не получилось ничего. Получилось, что в обеих группах медиана выживаемости, однолетняя и пятилетняя выживаемость приблизительно одинаковы. И на графиках это хорошо видно. Таким образом, сделан вывод, что интероперационная внутребрюшная химиотерапия с оксалиплатином в данном режиме не позволяет добиться какого-либо улучшения выживаемости и безрецидивной общей выживаемости пациентов. Но, тем не менее, несмотря на то, что есть и положительные, и отрицательные результаты исследования, все-таки положительные результаты преобладают. И это привело к тому, что в рекомендациях НССН и в рекомендациях ЭСМА довольно-таки осторожно, но ЦРС плюс ХАЙПЕК рекомендовано для отдельных групп пациентов с ограниченным перитониальным канцероматозом в специализированных центрах и так далее. Более строго рекомендация ПСОГИ – это Перитониал Сефейс Органижи... Как это будет? Группа Интернешнл. Перитониал Сефейс Органижи Групп Интернешнл. Вот правильное название. Это группа, которая специально занимается перитониальным канцероматозом, проводит конференции, выпускает рекомендации. В их рекомендациях это более отчетливо. То есть ЦРС и ХАЙПЕК должны считаться стандартом лечения отдельных пациентов с небольшим объемом перитониальных метастазов. Мы закончим на этом сколоректальным раком и переходим к раку желудка. У меня осталось мало времени, я попытаюсь побыстрее. Азиатские исследования, исследование 2014 года, корейское, сравнивалось при раке желудка Т4А и хирургии, и хирургии, плюс внутребрюшная химиоперфузия в режиме ЭПИК. Показали довольно хорошие результаты, то есть улучшение и пятилетней выживаемости, меньше рецидивов, меньше перитональных метастазов, меньше метастазов, как ни странно, в другие органы, это в печени, в кости, меньше локорегиональных метастазов. Следующее исследование японской инемура 2017 года сравнивалось с два режима проведения внутребрюшной химиотерапии. Сейчас не буду останавливаться поподробнее из-за экономии времени. Результаты близкие, где-то чуть-чуть лучше, вот в режиме НИПС, то есть неадювантная интроперитональная химиотерапия в сочетании с системной химиотерапией. Еще одно исследование азиатское из Китая. Показано, что проведение химиоперфузии по сравнению с химиотерапией без операции позволяет увеличить медиану выживаемости с 10 месяцев до 15. И мы постепенно переходим к европейским исследованиям, которые тоже долгожданно, недавно вышли. Исследование ЦИТОЧИП сравнивалось у больных с раком желудка с перитениальными метастазами, сравнивалось цитерлюктивная операция с проведением ХАЙПЭК против цитерлюктивной операции без проведения ХАЙПЭК. Следующие результаты. У больных с ХАЙПЭК медиана выживаемости 18,8 против 12 месяцев у больных без ХАЙПЭК и безрецидивный период почти в два раза различается. 13,6 у больных, которым проведена ХАЙПЭК, против 7,8 у больных, у которых выполняется только цитерлюктивная операция. Следующее исследование. Американское. Оно было, к сожалению, прекращено. Они не набрали пациентов достаточного количества. Но те результаты, которые опубликованы, позволяют сделать следующие выводы. Пациенты после проведения химиоперфузии жили 11,3 месяца медиана выживаемости. У пациентов без химиоперфузии с метастатическим раком желудка 4,3 месяцев. Причем подчеркивается, что ни один пациент из группы химиотерапии не прожил больше 12 месяцев. Ну и дальше мы потихонечку переходим к тем исследованиям, которые только планируются. Они еще не закончились, результатов нет. Ожидаемое исследование ГАСТРОЧИП сравнивается хирургия против хирургии с ХАЙПЭК у больных с перитониальным канцероматозом. Следующее исследование. Это голландское исследование Перископ-2. То же самое, оно инициировано в 2017 году. Результаты будем ждать в году в 2025. Примерно похоже сравниваются больные с проведением ХАЙПЭК против хирургии без ХАЙПЭК. А извините, нет, я говорил с больными, которым будет проведена палиативно-системная химиотерапия. То есть циррективная операция с ХАЙПЭК и больные с палиативно-системной химиотерапией. Ну и исследование, которое также было прекращено, но я не могу его не показать, потому что вот здесь есть портрет. Это Беата Рау, это наш наставник, это из берлинской клиники Шарите, доктор, которая возглавляет организацию ПСОГИ, которая проводит конференции, и к которой мы, собственно, ездили учиться. Было прекрасное спланированное исследование, химиотерапия, затем две группы лапаротомии, циторедуктивной операции с ХАЙПЭК и без ХАЙПЭК. Но исследование было прекращено, промежуточные результаты не опубликованы. Тем не менее, несмотря на очень противоречивые результаты лечения рака желудка, в ЭССА и в рекомендациях НССН полное молчание, а в рекомендациях ПСОГИ осторожно указано, что требуется дальнейшее исследование неодевантной интероперационной системной химиотерапии и циторедуктивной хирургии. Спасибо за внимание, я уложился точно. Спасибо.